Аминь! Слава Господу, Церковь! Первое воскресенье этого Нового года. Кто из вас воодушевлен, ожидая о том, что этот год принесет в вашу жизнь? Но если вы верующие люди, а как по-другому может быть? Бог царствует. Он правитель над всем. И у нас будет самый лучший год. Но вы знаете, как сильно это связано с тем, насколько большой или маленький твой Бог? Потому что это связано с тем, что большая или маленькая твоя вера. Это не зависит от твоего возраста, но от твоего опыта. Опыта хождения с Богом. И так 2020, 2020 год. Многие вещи были сказаны в прошлом году. А многие вещи, которые не надо было говорить, были сказаны. Может быть, мы сказали или нам сказали что-либо. Люди могли сказать в вашу жизнь что-то, что могло обидеть вас, и это никогда не произошло, и не произойдет, наверное, оно случилось. У нас ведь есть социальные медиа и интернет. И в это время люди могут говорить все, что только захотят. Я бы хотел, чтобы мы были людьми, которые в этом году говорят слова поддержки, воодушевления друг другу. Аминь. Это нужно нам. Водушевляйте друг друга. Благословляйте друг друга. Благословляйте детей. Говорите благословение в их жизни. Говорите им, что вы верите в них. Скажите им, что они обязательно справятся, и у них все получится. Потому что у Бога есть план и для них также. И Бог говорит, они смогут. Давайте говорить слова поддержки или любви своим супругам. Когда вы видите с лицом к лицу. Иногда мы друг другу текстуем какие-то записки. И это тоже неплохо. Вы знаете, некоторое время назад было событие в моей жизни. Думаю, что и с вами такое могло произойти. Я просто почувствовал такую любовь. И мне хотелось написать что-то о своей жене. Я просто был вовремя, и я просто хотел сказать ей, как я люблю ее. И я начал писать ей текстовое сообщение. И я написал ей это моя нежная, моя любовь, мой малыш. И это слава-то. И спустя некоторое время я получил ответ. И там написано, о, да? Я подумал, а что это моя жена таким образом отвечает? Обычно там какая-нибудь смайли-кулыбочка или там сердечко. И потом я проверил номер, и я понял, что это не от моей жены. Хуже всего, это было от брата. Вы знаете его. Знаете, кто это? Это пастор Виктор Ткачук. И я подумал, о, нет. С тех пор мы стали лучшими друзьями. И я просто братьями в Господе. Вы знаете, и я получал такие текстовые сообщения. И я думаю, как вот им так нежно намекнуть, что они не по тому номеру отправили это? А они же могут подумать, что жена получила, но не отвечает. Странно что-то. Вы ведь попадали в такую ситуацию, да? Но давайте друг друга говорить слова любви и доброты. И прежде чем отправить что-либо, всегда перепроверим, тому ли человеку мы это отправляем, которому хотим. Я хочу, чтобы мы с вами открыли книгу пророка Исаия, и начнем читать с первого стиха. Итак, пророк Исаия, он имеет встречу с Богом. Встреча с Богом, которая повлияет на его жизнь, на его служение. Это встреча, которая произведет перемену в его сердце, в его жизни. Который поменяет его уста и наполнит уста Словом от Бога к людям. И это станет направлением его жизни. Итак, книга пророка Исаии, 6 глава, 1 стих. Я буду читать только на английском, а вы будете следить на мониторах. Возьмите, 6 глава, 1 стих. 7 глава, 2 стих. И Господь сказал, иди и скажи это людям. В самом начале этого отрывка мы читаем, в год смерти царя Озии видел я Господа. Не находите ли вы это немного необычным? Что в год, в который умер царь, Исаия видит Господа. Это очень важная деталь, которая здесь описана. Здесь не сказано, что в год, когда царь Озия построил еще один город или одержал великую победу. Не говорится о таком успешном, процветающем годе его жизни. Но это был год, в который он умер. Если вы знаете историю, то Озия воцарился в 16-летнем возрасте. И он царствовал 52 года. И он был очень хорошим царем. У него была очень хорошо тренированная, успешная армия. И его окружали хорошие советники. Как еще быть успешным царем такое длительное время, 52 года? Если у вас беспорядок в царстве, это невозможно. И он делал много доброго пред Богом. Но во 2-й книге про Альпоминон, 26 глава, 16 стиха, мы читаем о событиях, которые мы бы назвали ужасными и плохими. Писание говорит там, и когда он, Озия, сделался сильным, возгордилось сердце его на погибель его. И затем он делает нечто, что ему совсем не нужно было делать. Он идет в храм и начинает воскурять пред Господом. Это было то, что он не должен был делать. Это только священники делали. The priests saw what was taking place, and they went in to usher him out. Isaiah, you're not supposed to be here. What are you doing here? И тогда священники вошли в храм за ним. И они упрекали его и говорили, царь, ты не должен быть здесь, и не должен это делать. They usher him out. Они говорили, чтобы он вышел, выводили его оттуда. But God has produced a judgment on the man. Но Бог вмешался, и Бог осудил его. He left a leper. Он вышел оттуда прокаженным. Covered in leprosy. The remaining years he lived away from the people. Оставшееся время своей жизни он был отделен от людей. И его сын царствовал вместо него. Now tell me, is that a stable situation in the land? Скажите мне, стабильным ли было это время в земле? The king died. Царь умирает. There's supposed to be a transition of power. И должна быть передача власти. That's not a very easy thing. Ведь это всегда непростое время. There's always forces at play. Всегда есть какие-то силы, которые начинают проявляться. Political parties. Политические партии. Generals and others who have interests. Генералы и другие высокопоставленные люди. Которые имеют свои интересы. They have their own ideas. У каждого есть свои идеи. So in the year that the king died, Isaiah sees God. Итак, в этот год, когда умирает царь Озия, Исаия видит Господа. My first point is he has an encounter with God. Мой первый пунктик, он имеет встречу с Богом. I think God is trying to say to Isaiah. Я думаю, в это время Бог старается проговорить и показать Исаии. Isaiah, the earthly king, is gone. Он говорит, земной царь, он умер. They all come and go. Они все приходят и уходят. They have their date of birth. У них у каждого есть дата рождения. And the year when they die. И есть дата их смерти. What Isaiah saw. И что видел Исаия. He saw a king, a heavenly one. Он видел небесного царя. Who does not have a beginning nor end. У которого нет ни начала, ни конца. Who is all-powerful. Который всемогущ. Who is in complete control. И который контролирует все. И ничего в этом мире, что люди делают, влияют или придумывают. This is just child's play compared to what God is doing in the heavens. И с Божьим руководством и Его могуществом. Это просто детские игры. This is kindergarten, my friends. Мы с вами в детском саде, друзья. And we think, oh, we're just, there's things that are happening here. What's happening? Мы, конечно, думаем, какие мы могущественные. И сколько всего мы можем сделать на этой земле. When you enter the presence of God. Но когда ты приближаешься в присутствии Божьего. When you have an encounter with God. И особенно, когда ты переживаешь личную встречу с Богом. All of a sudden, the events of the world become very small. Вдруг, вновление окна, все события в этом мире становятся такими маленькими. The news articles become noise. И вот эти большие новостные заголовки становятся маленьким таким шумом. All that millions of people's opinions. Nothing. If все эти миллионы мнений людей. All the speculations. If все эти хитрости и ухищрения. And what you see is the one who is really in charge. The Lord God Almighty. Amen. То, что вы видите, это настоящего Бога, который контролирует все. Amen. That's why I said this year can be the best year of your life. Вот почему я могу сказать, что этот год может и должен быть лучшим годом твоей жизни. It depends on you. И теперь это зависит от тебя. If you're spending time in the Lord's presence. Если ты будешь проводить время в присутствии Божьем. If you're listening to the heavenly beings. Если ты будешь слушать небесные голоса. Because they're saying, holy, holy is the Lord. Которые восклицают, свят, свят, свят Господь. And they're saying, the whole earth is full of His glory. И далее они говорят, и вся земля полна славы Его. Not just the heavens. The earth is full of His glory. Но и земля полна славы Его. Do we see God's glory on earth? Видим ли мы с тобой Божью славу сегодня на земле? Or do you see destruction and chaos on earth today? Или ты видишь разрушение, хаос и беспорядок на земле сегодня? Are you basing your future based on 2020? Смотришь, и ты в будущее основываясь на том опыте, который был в 2020 году? There's good news in the Bible. Но в Библии для нас есть добрая листь. When you encounter God. Когда ты встречаешься с Богом. You will see the beauty and the majesty and the one who is really in charge. Ты будешь видеть красоту, могущество и того, кто действительно поседает на престоле. John was on an island. Вы помните Иоанна Крещителя, который был на острове? He was in prison. Он был там в тюрьме, в заключении. Not a good time. Это было не лучшее время его жизни. Но он видел Бога. И в Revelation, we read in chapter 1. Revelation chapter 1. Verse 17. I have to read this. Revelation 1, 17. When I saw him, I fell at his feet as though dead. Когда я увидел его, то пал к его ногам, как мертвый. Then he placed his right hand on me. Он положил на меня свою правую руку и сказал. See, God's power is not revealed to terrify us. He reassures us. Божья сила является не для того, чтобы запугать, а для того, чтобы прикоснуться. He places his hand on him and says, do not be afraid. Он положил правую руку и сказал, не бойся. I am the first and the last. Я первый и последний. I am the living one. I was dead. And now look, I am alive forever and ever. Я жив. Я был мертв. Но вот я навеки жив. And I hold the keys of death and Hades. What is that one final thing that people are really afraid of? Let's say the word. What is it? Death. Death. We don't want to talk about it. We don't want to think about it. We go to a funeral because we have to go to a funeral. Мы идем на похороны кого-то из ушедших, потому что нам нужно туда идти. Not because we scheduled that appointment. Не потому что это у нас было запланировано заранее и мы хотели там быть. All of us have an appointment with death. У всех у нас бывают встречи. I'm sorry to discourage you. Извините, если это расстроило вас. We have to move from the visible and the temporary into the invisible and the supernatural one day. Но нам очень важно понимать, что однажды, с видимого и временного, мы перейдем в вечное и невидимое. And God said, John, I am holding the key of death. И он говорит Иоанну, я держу ключи смерти. I make the decision. Я принимаю решение. I tell when it's time to go. Я говорю, когда время уходить. See, that's why this year and your future is so bright. Вот почему я еще раз говорю, что этот год и твое будущее, оно светло. Потому что Бог держит твою жизнь на своей ладони. И когда мы начинаем по-настоящему верить в это. With a childlike faith and trust. С детской верой и доверием Богу. Everything begins to change. Все начинает меняться. Life is beautiful. И жизнь становится прекрасной. Бог – это Господин моей жизни. You know, when we see the Lord. It changes the way we think. It changes the way we see life. It changes what we say is real, what is true and what is fake. И это меняет наш взгляд на вещи. На то, что мы говорим истинное или временное или ложное. Because the Bible says we are to be transformed by the renewing of the mind. Not conformed. The world always tries to get us to conform to its ways. Потому что этот мир старается, чтобы мы сообразовались с Ним. Приспособились к Нему. To be like it. Были похожи на все. In everything. Во всем. Think. Think like it. Думали как мир. Plan. Планировали события как мир. Your values and your morals are like it. Чтобы ваши ценности и ваша мораль были просто мирскими. But the Bible calls us to be transformed and be renewed. Но Библия говорит и призывает, обновляйтесь. Where does this happen? И как это и где это происходит? In the presence of God. В присутствии Божьем. Through the word of God. Через слово Божье. When we encounter God and His glory. Когда мы имеем встречу с Богом. You know, are problems Are they big? Когда мы сталкиваемся с проблемами, большие ли наши проблемы? Or are they small? Или они маленькие? How big or how small they are depends on how big or how small God is in my life. Размер твоей проблемы, он будет напрямую связан с размером твоего Бога в жизни. When my problems are big. Когда мои проблемы большие. When they overwhelm me. Когда они буквально наклынули или заполняют меня. When this is my life in general. It's probably, then my God is probably small. Наверное, это показатель, что мой Бог очень маленький. You know, there was a prophet Elijah and his servant in the city of Dothan one day. You know, был день, когда пророк Елисея со своим слугой находились в городе. They were surrounded by the Arameans. And they woke up and the servant says, Master, we are surrounded. We are done. И слуга пришел к Елисею и говорит, Господин, мы окружены. Мы погибаем. We can't defend ourselves. Мы не можем защититься. There's a mighty army around the city. Там могущественная армия, и она окружила нас. They came to get Elijah. Они пришли, чтобы схватить пророка. But Elijah was at peace. А в сердце пророка мир. He saw the tension and the anxiety. Он видел напряжение и суету, которая была в слуге. And he begins to pray. И он начинает молиться. And he says, Lord, open his eyes, so that he may see. Открой его глаза, дабы он увидел. And he saw. И вдруг он увидел. And what did he see? И что он увидел там? The Bible says, he saw horses and chariots of fire. Библия говорит, он увидел колесницы и коней огненные. He saw the Lord's army surround him. Он увидел армию Господа, которая вокруг была. See, the servant physically got to see what the prophet saw in his heart and in his spirit. Поймите, слуге нужно было физически увидеть то, что человек Божий видел в своем духе. See, there's the visible and then the invisible. Поймите, есть мир видимый и есть мир невидимый. What is seen and what is unseen. Есть то, что мы видим и то, что мы не можем видеть глазами. And it is not what you see physically that matters most. И поймите, не то, что вы видите физическими глазами играет самую важную роль. But what you see in your spirit that determines the course of your life and the course of events. Но то, что вы видите своими духовными глазами, это определяет вашу жизнь и направление ее. The spiritual is more real than the physical. Потому что духовный мир, он более реален, чем физический мир. See, that's why when we have encounters with the Lord, Вот почему, когда мы имеем встречи с Богом. It can happen in church. It can happen in your bedroom. It can happen in your bedroom. It happens when you're driving. It can happen when you're driving. It can happen when you're in the silence. It can happen when you're on a walk in the park. Или когда ты один гуляешь в парке. How many times I went on walks. Как часто, когда я шел прогуляться. All by myself in the dark. Один. Это было уже вечером в темноте. And I encountered the Lord's presence. Я переживал и встречался с Божьим присутствием. Nothing changed on the outside physically. Внешне ничего не менялось. But my spirit and my heart saw the glory of God. Видели и переживали славу Божью. It's not a ritual, you know, step one, two, three. Christianity is not religion. Christianity is not religion. It's a relationship with the Lord. It's a relationship with the Lord. Where you hear His voice. You see what He does. You see what He does. But you look beyond the visible all the time. Beyond the visible. Because God is always calling us to look into the future by faith. Because we walk by faith and not by sight. Потому что Бог и призывает нас видеть дальше. Ибо мы ходим не видением, а верой. We walk by faith and not by sight. Мы ходим верой, а не видением. The second thing that happened in Isaiah's life. И второе, что произошло в жизни Исаии. This is very important. Это очень важно. Исаия переживает обличение Божье. The Bible says that he cried out, woe to me. Библия говорит, что он даже закричал, воскликнул, горе мне. He says, I'm ruined. Я погиб. This is the end. Это все, конец. I am a man of unclean lips. Я человек с нечистыми устами. И он говорит, я и живу среди людей, которые тоже люди с нечистыми устами. And the question I have is, Isaiah, where did you find that out? И у вас вопрос, Исаия, а откуда ты это знаешь? Who told you that? Кто сказал тебе, что ты таков? See, in the presence of God. Поймите, в присутствии Божьем. In His glory. В Его славе. In His great light. В Его неописуемом свете. Conviction is always there. Обличение всегда действует. The closer we draw to the light, и чем ближе ты приближаешься к Божьему свету, the closer you want to know the Lord, чем ближе ты хочешь знать Господа, the more you want to hear His voice, чем больше ты или сильнее хочешь слышать Его голос, the more decisively He will work with your heart and your soul. Тем сильнее и интенсивнее Бог будет работать с твоим сердцем. Conviction. Обличение. Когда вы исследуете Писание, и вы видите разных людей и их встречу с Богом, они всегда сопровождались обличением. Gideon calls out and says, I have seen the angel of the Lord face to face. Gideon говорит, Я видел ангела Господнего лицом к лицу. Samson's parents cry out, We are doomed to die. We have seen God. There was a time in Peter's life when he was with Jesus, and in one time he just exclaims and says, Away from me, Lord, I am a sinful man. John says, When I saw him, I fell as though dead. You know, I think we need conviction of God in the church today, like never before. Where there is the presence of the Lord, there is also always the conviction of the Lord. And I'll say something more. Where there is no conviction of God in the church. Когда в церквях нет обличения Божьего. There is no presence of God in that church. Там нет и присутствия Божьего в той церкви. We're just going through the motions. Мы просто ходим туда и переживаем эмоции. We're just having a good time. У нас просто хорошее время там. It feels good. Нам приятно. Plenty of activities. Там множество активностей. Our kids are occupied in Sunday school. The singing is good. But I ask a question. Is the conviction of the Holy Spirit doing its work? Are lives being changed? Меняются ли жизни людей там? Is the hand of God coming down on the church? Because the conviction of God is what brings lasting change. Потому что именно обличение от Бога меняет нас, принося перемены. Let me say it's conviction, not condemnation. И позвольте только уточнить. Это обличение, не осуждение. Conviction, not condemnation and guilt. One thing that is true about conviction is that it always draws us to God, not away from God. Одна особенность, которая относится только к обличению. Обличение всегда притягивает тебя к Богу, а не отталкивает от Него. Condemnation leaves you in a corner by yourself. Conviction of the Holy Spirit draws you to the solution in Jesus Christ. Когда ты переживаешь обличение, оно влечет тебя к Богу. Осуждение же наоборот, отталкивает тебя, загоняет в угол и не дает решения. You know, when Peter spoke the message in the book of Acts. Когда мы читаем книгу Деяний и видим Петра, который проповедует Слово. A man of no learning. A fisherman. Это был обычный рыбак. Человек не книжный, не обученный. Но исполненный Духа Святого. Encountered God. Который пережил встречу с Богом. Life changed. Has a word from God. Который получил Слово от Господа. И вот это Слово он говорит людям. И это даже не его Слово, которое производит эту работу. Это действие Духа Святого, которое производит работу в жизнях людей. There's an interesting note. И там очень важное и интересное замечание. They were cut to the heart. The people that were listening, they were cut to the heart. Люди, которые слушали, это достигало их сердца. What is that? What's taking place? Что происходило там? The conviction of the Holy Spirit. See, that's what we need today. We need to, Lord, bring conviction to church today. Мы говорим, Господь, принеси твое обличение в церкви сегодня. Conviction, not concerts, will regenerate and save our young people today. Именно обличение, оно нужно нашей молодежи сегодня. Не концерты и активность. Amen. I mean, Isaiah saw the presence of God. Isaiah видел присутствие Божье. Isaiah experienced the conviction of God. И он пережил обличение от Бога. И следующее или третье, что происходит, Он принимает Слово от Господа. You know, every time you can also say the same thing. When you spend time in the Lord's presence, You never just, you know, leave, kind of feeling good. Renewed. With peace. But you always walk, you know that God spoke to you. Но выходя с присутствия Божьего, Вы всегда знаете, что Бог проговорил к вам. You always know that He spoke to you. Вы точно знаете и убеждены, что Бог говорил к вам. About some certain situation in your life. Finances. Это могли быть финансы. Worship or church ministry. Everything that I have received in my life, that I see that shape me. Все, что я принял в своей жизни, что действительно изменило и формировало меня. It was always when I found myself in His presence. Это всегда происходило, когда я переживал себя в Божьем присутствии. And His word like seed planted in my heart. И Его слово, как драгоценное семя, оно помещалось в мое сердце. And then you nurture it and you carry it. И ты это бережешь. И ты это питаешь. И оно растет. И оно прорастает. И оно меняет тебя. И оно разжигает этот огонь. Огонь Божий. And then it becomes a blessing to other people around you. И затем это становится благословен не только для тебя, но и для других людей вокруг тебя. It happened with all people who came in contact with the Lord. Это происходило со всеми людьми, которые переживали встречу с Богом. Remember Joshua? Помните Иисуса Навина? God said clearly, do not be afraid. Be courageous. Очень ясно. Не бойся. Будь тверд и мужествен. Be strong. Будь силен. That's a very powerful word. Это очень сильное слово. Я уверен, что Иисус Навин просто взял это слово, ухватился за него, и оно питало и держало его все эти годы. Я уверен, что это была не единственная его встреча с Богом. Но это была очень важная, ключевая встреча его с Богом. Ему нужно было услышать это от Господа. Ему нужно было услышать это сверхъестественное слово от Бога. Гидеон получил конкретное слово, что делать. Моисей получил слово, что нужно делать. О своем призвании. О том, что Бог хочет делать в его жизни и через него. Бог всегда посылает слово, чтобы его небесные планы могли и были исполнены. И его процесс продолжался. Перемены, они приходят к обычным людям, как ты и я. Я хочу, чтобы мы были очень честными и сами себе задали вопрос. Как часто я переживаю встречи с Богом? Как часто я переживаю голос Духа Святого, обращенный в мою жизнь, говорящий, это нужно оставить, это нужно изменить. Я заметил нечто, и позвольте мне поделиться этим с вами. Я заметил, всякий раз, когда Бог обличает нас, и мы игнорируем Его. Однажды, второй раз, Бог продолжает стучать в двери сердца. Мы понимаем и чувствуем, что нужно ответить. Но мы не отвечаем. Это повергает нас в очень опасную ситуацию жизни. Потому что результат этого ожесточенное сердце. Если сердце ожесточилось, мы можем приглашать всех всемирно известных проповедников за эту кафедру. И уже ничего не меняется. Потому что сердце ожесточилось. И я думаю об этом. Я говорю, Господи, это такое страшное состояние, в котором можно оказаться. И опасность в том, что человек даже может не осознавать этого. Да, ты по-прежнему ходишь в церковь. Субтитры, воскресенье за воскресеньем. И тебе даже может казаться, что все хорошо, все нормально. Господь, пошли обличение в мою жизнь. Я не хочу быть настолько занят, что я уже не способен слышать Твой голос. Я не хочу, чтобы мое сердце было настолько ожесточенным или занятым, что я уже перестал переживать Твое обличение, корректировку и просто Твое слово в мою жизнь. Господь, говори Твое слово в мою жизнь. Потому что ты и я духовно мы будем жить только благодаря Слову, приходящему из уст Божьего. Потому что в конце всего единственное, что действительно будет драгоценным и останется, это Божье живое Слово. И ты и я будем им живы. Давайте мы поднимемся, пожалуйста. Heavenly Father, мы предстоим пред Тобою. Бог, мы вошли в Новый год. Это первое воскресенье этого двадцать первого. И ты был так благ к нам. Ты изливал на нас Твою милость и благословение. Бог, мы переживали Твою любовь и Твое присутствие. И Бог, Ты был так благ к нам. И сегодня Ты напоминаешь нам. Что когда в мире физическом перемены происходят и все нестабильно. Бог, Ты призываешь нас поднять наши глаза к небу. И видишь Твоя, кто восседает на престоле. Сурrounded by the heavenly beings. Которые окружены небесными творениями. Которые восклицают, Свят, Свят, Свят Господь Всевогущий. Бог, когда мы не можем неизмененными. И Господи, из Твоего присутствия мы не сможем выйти неизмененными. Бог, я хочу возвращаться в Твое присутствие снова и снова. Я хочу жить там. Я хочу жить там. Пусть Твое присутствие будет местом, которому я стремлюсь и в котором я наслаждаюсь быть. Ибо там так хорошо, Господь. Там мир Твой. И мы там получаем уверенность. Там я воодушевлен. Там Ты говоришь мне идти вперед дальше. Там Ты говоришь мне не взирать на других и на них равняться, но на Тебя смотреть. Ибо моя вера, она личная. И я не в религии, которая называется христианством. И я в отношении с Моим Семогущим Богом. И ничто уже не сможет изменить это. Цари приходят и умирают. Things will come and go. И будет день, когда и я уйду. Не знаю, когда. Но и после меня Ты будешь пребывать. И те, кто будут веровать в Тебя и доверять Тебе, и они пребудут. И лучшее, мы знаем, что еще впереди. И этот год будет годом удивительным. Если мы примем правильное решение и сделаем этот год удивительным. Господь, даруй нам откровение о Себе. Обличи нас и открой наши сердца. И проговори Слово Твое в нашей жизни, которое поддержит и проведет нас. Мы доверяем Тебе и мы любим Тебя, Господь. И мы благоставляем Твое Святое Имя. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Слава Господу! Будьте благословенны!